Смотрите как, если говорить на языке обывательском, есть какие-то компоненты. Вот любой аромат, он из чего-то состоит. Допустим, те компоненты, которые называла Таня, их положили во флакон. И запах кажется похожий. Мы далеко не все парфюмеры, чтобы определить, какой компонент в каком пропорциональном соотношении. Поэтому мы всегда говорим, твой нос, твоя кожа, давай на себе нанесем, и ты посмотришь. Точно так же, например, сейчас дать продукты Наташе и мне для плова. Будет рис, морковка, лук, мясо. Она сделает плов, и я сделаю плов. Но он у нас будет разного вкуса. Потому что Наташа там чуть-чуть кинзы переложила, а я там чуть-чуть побольше посолила. Но мы сделаем плов, да? Вот так же и аромат. Когда люди говорят, что он чуть-чуть не похож, я даже радуюсь, потому что это индивидуальность. То есть поняли, да, что такое эквивалент? Вот этот вот самый тест, как проверить? Во-первых, то, что у нас натуральные компоненты. На каждом флаконе написано, содержится спирт, вода и партюр. Посмотреть буквально. 20% концентрации, это значит, что если во флаконе поделить, вот 20% это масса. Если мы флакон взбалтываем, где натуральные компоненты, будет много маленьких пузыречков, и они будут долго-долго расходиться. Вот я еще для примера принесла Мэри Кейт, но тоже аромат хороший, тоже взбалтывала, там тоже мелкие. Здесь просто концентрация ниже. Если у кого-то есть свои духи, мы можем это протестировать. Ни у кого нет вражеских. Чем больше химии, тем пузырьки будут больше, но они быстрее разойдутся. Как проверить, сколько там действительно масла, да, ты просто подожгешь. Ну, давайте нашим... Ну, конечно, спички. Самый запах от спичек, да. Но он не испортит, он запах. Так, мы набрызгаем... Даже спички не испортят запах, армель. Даже, может, да, чуть побольше, чтобы не видно. Я пробовала другие брызгать, они быстрее сгорают. Это у нас номер 104. Это духи армель номер 104. Вот смотрите, да. Это у нас выгорает спирт. Да? В духе это спирт, эссенция и вода. Вот сейчас спирт выгорает. Горит в ровном пламени, без всякого неприятного запаха, без всякой копоти. И бывает, реально, вот такой тест не все духи проходят. Остается даже. Даже вот если дома есть духи, да, то можете проверить. Не все проходят такой тест. Сейчас пожарная сигнализация. Все. Все. Вот. И сейчас я прям пущу. Видите, на ложечке осталась капелька. Это вот самые масла. Это эссенция. А бывает, что мы на ложечке вообще ничего не остается. То есть можно пахнуть и понюхать. И чуть-чуть остается. Это вот чисто масло осталось. Пахнет? Тонает маслом, цветами. Ну, то есть вот запах там. Кстати, очень долго сохраняет аромат. Вот если его помазать на себя, нанести. Бучи флора. Вот, в принципе, если хотите, можем вот Mary Kay сейчас поджечь. Но я дома попробовала, они быстрее прогорели. И масла капельки не оставалось. Но это парфюм. Да, в горе не было. Это парфюмированная вода. То есть там содержание и так меньше. То есть как раз этот опыт подтверждает содержание масла. И плюс, плюс, я еще хотела рассказать, как правильно нанести духи. Интересно? Смотрите, наносить нужно на места, где есть пульс. То есть это могут быть запястья. Но когда мы чисто на запястье наносим, если у нас сидячая работа, да, вот так посидим. Мы часто трем, где-то руки помыли, запах может уйти. Самое идеальное место, это вот всего изгиб. То есть здесь и пульс, и мы когда руками разводим, пахнет? Наешь. Улетел. Ух, как лень. Вот, не рекомендуется наносить на одежду на миг, потому что запах, он очень хорошо удерживается. То есть если мы сегодня, например, в 104-м подбрызгались, а завтра захотим другой, он уже смешается. Поэтому на чистое тело, почему и рекомендуют сначала использовать гель с таким же ароматом, который нам нравится. Потом наносить бальзам, потому что на увлажненном теле аромат лучше и ярче раскрывается. Соответственно, если мы пользуемся всей линейкой, мы аромат как бы утраиваем. Также можно за уши, да, нанести. То есть для женщин, если у вас впереди романтический вечер, романтическая ночь, это зона пупка. Если вы хотите, чтобы аромат долго испарялся, можно на зоне щиколотки нанести, потому что испаряется вверх. И еще тоже такой прием, если вы хотите, чтобы от вас был шлейф, можно аромат растворить в воздухе, да, то есть вы брызгаете, и как бы в эту волну вы входите. И тогда от вас будет шлейф. Ну, в принципе, вот такие секреты, которые вы теперь тоже знаете. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.